В нашей жизни случаются разные события, в том числе и такие, которые мы не в силах изменить, какими бы возможностями ни обладали. Смерть близкого человека, внезапная или предсказуемая, всегда страшное потрясение. Хотелось поговорить на тему ухода из жизни, потому что мы все смертны, и рано или поздно мы все уйдём в мир иной. Я как экстрасенс вижу нечто немного больше, там много чего такого, чего, скажем, мы не все видим в нашей обычной жизни. Хотела рассказать такую историю. Давно не была на похоронах, тут пошла в храм, там была служба, то есть там были похороны. И потом обратила внимание, вы знаете, что все были так грустно и печалены, мужчина был пожилой. В общем, я увидела его душу, она прям сидела и радовалась. То есть вот он, его душа, он сидел и был настолько радостный, что случилось данное событие. Ну я поняла, что он ушёл своей смертью. Когда уходят своей смертью, они радуются. И вы знаете, я, когда это увидела, я засмеялась. Вы понимаете? И потом такая вышла и такая думаю, а как мне вообще быть на похоронах? Вот на любых, ну кроме самоубийц и убитых. Самоубийцы, получается, они всегда плачут, это их души плачут, то есть там это не, радости не будет. А которые убиты, то же самое. Более того, они ещё будут всё время мне говорить, там, что случилось, да, то есть меня будут дёргать. А когда человек уходит сам, душа его радуется, не заканчивается всё телом. Тело — это тело, это физическая оболочка, которая всё равно нам даётся от рождения. И она в какой-то степени, сколько-то количество лет, да, прослужит, и всё. А дальше идёт уход, переход в нечто иное, перерождение. Просто вопрос в том, когда будет у кого, там, сколько пройдёт лет, в зависимости от того, как человек жил в жизни, что он делал, чем он занимался. Потому что душа, если светлая, так она быстрее может переродиться, или он может быть ангелом потом в дальнейшем чьим-то. Люди, когда хоронят своих близких, они расстраиваются очень. А я вот считаю наоборот, что если он уже уходит по, скажем, естественным причинам, ну, надо его отпустить с миром. Надо в какой-то степени поблагодарить Бога за то, что он был на этом свете, за то, что он был с тобой столько лет, за то, что он тебя любил, да, за то, что он тебе столько этот человек дал. И по возможности действительно не держаться за них. Чем быстрее мы его отпустим, тем лучше будет наша жизнь. Почему? Потому что они, когда переходят, даже если они любили нас очень сильно при жизни, когда переходят мир уже иной, эта душа, да, скажем, этого человека, она будет забирать за это. То есть она придёт, но она заберёт у тебя энергию. То есть потому что так уже не получится, потому что уже тела нет, ему за что-то надо будет зацепиться. Значит, он зацепится за вашу энергию, за твою энергию. И как бы он вас не любил, этот человек, так будет. Соответственно, сначала она просто энергию тянет, потом, чтобы как-то его поддерживать, потом она понимает, что бесполезно, что проще его забрать за собой. Потому что получается, что он и не хочет жить уже в этом мире, и как бы постоянно подаёт посыл, жить не хочу, жить не хочу. Кстати, да, вот человек, когда произносит эту фразу, он, Вселенная его слышит, и, соответственно, создаются потом события, и человека забирают. Вот мне бы хотелось, чтобы мы всё-таки легче относились к теме ухода, особенно если он прожил долгую, счастливую, скажем, продолжительную жизнь, да, к теме ухода близких. И чтобы мы не были эгоистами, мы должны научиться их отпускать в тот мир, потому что мы всё равно сами рано или поздно туда пойдём. И самое главное — это отпустить их спокойно, отпустить их с каким-то успокоением внутренним, да, это всё понять, это всё с этим смириться. И тем самым вы своё здоровье сохраните, свою жизнь сохраните, своих близких не будете этим мучить. Потому что мы, к сожалению, не можем руководить нашей жизнью. У нас нам говорят, то есть нам, во-первых, говорят, во-вторых, нам вот как высшие силы считают, так оно и будет. Вот чего, допустим, твой род заслужил, что вот то ты и получишь. Если нужно будет отработать, ты отработаешь. Если нужно, чтобы этот человек ушёл сейчас, значит, он нужен там, понимаете? То есть всё нужно воспринимать с точки зрения того, что надо быть благодарной за то, что этот человек с тобой был, за то, что он тебя любил, за то, что тебе Бог на этого человека давал. И понимать, что твоя жизнь на этом не заканчивается. Нужно продолжать жить и, в общем-то, просто быть в хорошем настроении, да, и заниматься уже своими другими. Ну, при этом любить, конечно, этого человека, вспоминать. И при этом не забывать про свою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok